Сегодня напишем интерьерную картину, модные в наше время, картины с надписью, скажем так, аффирмации такие, да, какое-то слово или фраза, именно важное для вас, тут будет написано, и на таком абстрактном фоне. Значит, что нам потребуется? Холст обязательно, обязательно холст, и я думаю, что не сильно большой, прям, знаете, такие там 30 на 40, ну, может быть, максимум 30 на 40, но, как правило, мне кажется, очень хорошо, такие картины где-то стоят на полочках, и размер 15 на 15, 20 на 20, 20 на 30, вот что-то такое, я думаю, не больше А4 формата, лучше желательно вот холст на подрамнике, вот такой вот, толстенький, да, можно холст на картон не приклеенный, но лучше вот такой вот на подрамничке, значит, холстик, потом или акриловые краски, или масло, акриловые просто водой разводите, да, они быстрее высыхают, может быть, как вы, допустим, не художник, и проще вам акриловые, конечно, взять краски, у меня масло это будет, вот, значит, кисточки, особенно вот такая вот тоненькая кисточка, синтетика нулевочка, для акрилов это вода, для масла это разбавитель какое-нибудь, или льняное масло, или подсолнечное масло, то, чем вы будете разбавлять вашу красочку, для того, чтобы сделать надпись, либо можно дождаться полного высыхания, или если вы прям совсем не художник, написать маркером или гелевой ручкой черной, написать надпись, вот, значит, пальчики сделать фон, или кисточки, у меня вот щетина такая, не знаю, пальчиком я буду или щетинкой делать фон, сами краски, да, и какую-то, что вытирать, чем вытирать, ручки, бумажечки, салфеточки, это скорее аффирмации какие-то интерьерные, их хорошо вот так вот поставить куда-то на полочку, на стол и так далее, они вот поэтому желательно брать какой-то небольшой формат, вот, значит, просто как напоминание вам о чем-то важном для вас, да, если вы дарите такую картину для человека, рисуете такую картину и будете ему дарить, какой-то посыл должен быть приятный для этого человека, отключите голову, да, и больше интуитивно подумайте, какой цвет вам захочется брать для фона, и что вам написать захочется, какое-то что-то очень важное, я думаю, да, конечно, есть картины, которые там немножечко такие мрачноватые, может быть, вам и такое захочется, все мы натуры разные, вот, может быть, наоборот, больше позитивное, что-то, в общем-то, эта картина будет как напоминание, знаете, она у вас где-то будет стоять на винном месте, вы будете на нее проходить по дому, смотреть на нее и как аффирмация срабатывает, да, что-то положительное вы читаете, там, допустим, все хорошо, там, в этом мире делается все для тебя, да, или там, нет ничего невозможного, или там, ты прекрасна, я такие делала, картины две, ты прекрасна у меня была, прикреплю фотографии на розовом таком красивом воздушном фоне, ты прекрасна для девушки, для мамы, для бабушки, для жены такое подойдет как подарок, ну, и для себя, конечно, тоже. И вторая была такая в космическом варианте, космос внутри тебя, тоже такая прям очень космическая, я вообще люблю все, что связано с космосом, поэтому я такую тоже картину написала, нарисовала, я хочу написать мечтай, да, мечтай, значит, нарисовать, написать слово мечтай, и что у меня связано с мечтами, да, такое что-то воздушное, возможно, светлое, что-то такое, приятные какие-то оттеночки, может быть, такие, как облачко, да, то есть такими круговыми движениями я, наверное, буду делать это все дело, поэтому я возьму пальчик, вы можете брать кисточку, красочки голубой цвет, и как в абстракциях, у меня, кстати, есть на канале про абстракции, сразу же белила добавляю, про абстракции есть видео, как писать абстракции, там очень хорошо я все разложила по полочкам, вот это вот такой вот фон, да, похоже на абстрактный тоже будет, в принципе, как бы вы его не написали, не нарисовали этот фон, он всего лишь будет фоном, тут важна сама надпись, да, вот, так что, наверное, я добавляю белила вот к своему цирруевому голубому, и тут, наверное, просто будет растяжка у меня такая, да, от светлого к темному, тут, может быть, еще ультрамаринчика добавлю, то есть у меня будет все синий-голубой, да, вот голубой, светло-голубой, голубой, синий вот эти вот оттеночки по цветовому кругу, ну, мне кажется, мечты, мечты, облака, небо, вот это вот все ассоциации такие, и голубой цвет очень хорошо подходит к слову мечта, мечта, вот, так что, и как раз-таки вот где-то тут, вот на светлом фоне, да, сразу же примерно я смотрю, чтобы выделялась моя надпись, надпись я буду делать индиго, черным такой, черно-синий цвет, индиго, надпись делаю вот тут вот где-то сверху, сделаю надпись, и она должна очень хорошо читаться, то есть светлая на темном или темная на светлом, как и в живопись, в принципе, поэтому я, если, или наоборот, вы сделаете темную картину, да, без белил, и тогда белым цветом можете написать надпись, вот так вот. Я к своему, к своей масляной краске добавляю льняное масло, чтобы она хорошо, так знаете, разносилась, вот, а вы, если у вас акрил, можете добавить водичку, ну, или акрил, в принципе, он такой пластичный сам по себе, и что я делаю, либо круговыми вот такими вот движениями делаете растяжку от темного к светлому, к этому углу, или снизу кверху от темного к светлому, либо, может быть, вы сделаете свой какой-то, да, фон, подумайте, ну, то есть даже не подумайте, просто вот, что вам захочется, то и вот рисуете, да, фон этот. Значит, можно круговыми, можно вот такими вот диагональными, можно вот так вот, ну, смотрите, как вам захочется, обязательно торцы прокрашиваем, не бойтесь замарать ручки, ну, или возьмите кисточку, я-то не боюсь замарать ручки, у меня маникюра никакого нету, но если у вас масло или акрил, просто влажными салфетками это хорошо стирается, вот, вот так вот все это закрашиваем, тут светлый такой фон, вот так. Тут темное. Любые оттеночки, да, любые цвета можете брать, и просто, если у вас вообще никаких идей, ну, значит, делайте, как я, любой цвет можете взять, голубой с белилами, розовый с белилами, желтый с белилами, фиолетовый с белилами, там, ну, вот, какой хотите, и вот сделайте от темного к светлому, от этого угла к этому, и вот такими круговыми движениями мы это все наносим. Можно даже вот сразу тремя пальцами, или двумя, или оттима. Главное настроение и состояние, мне кажется, вот когда вы пишете такую картину, вы должны прям перенести свое позитивное состояние, а может быть и не позитивное, ну, в общем-то. Ну, обычно эти картины, они такие, да, позитивные все-таки, подкрепление какое-то идет, посыл позитивный, вот, там, я не знаю, все возможно, нет ничего невозможного, там, ну, какие еще там есть, да, всякие аффирмации, мечтать не вредно. В общем-то, поэтому желательно вот перенести свое какое-то состояние хорошее. Вы начнете рисовать, у вас уже, в принципе, пойдет настроение хорошее, потому что творчество, оно всегда зажигает, вдохновляет, пойдут ваши эти лимберации высокие. Вот, так что не волнуйтесь, придет все, главное начните. И вот так вот круговыми движениями я кручу эти свои облачка, да. Может быть, желтинку какой-то чуть-чуть внести обязательно с белилами. Вот сюда вот внесу. Закрашиваем торцы, обязательно торцы прокрашивайте, потому что сейчас в основном картины вешают без рамок, тем более она у нас, если будет стоять, где-то на полочке, на столе. Так. В плане продаж, я помню, думала, может быть, продавать такие картины, как-то хайп был на них. Но мне кажется, очень хорошо такие картины, именно проводить мастер-классы по таким картинам, чтобы человек сам написал такую картину, нарисовал со своим каким-то позитивным, да, со своей аффирмацией, со своими словами или фразами, что он там хочет. А вы ему просто помогли это сделать, как художник, как профессионал, помогли им разобраться. Вот. А как на продаже? Ну, купили у меня не за дорого, да, купили, и все. И больше я, это еще в том году было, больше я уже не рисовала такие картины. Все-таки мне ближе как-то какие-то там пейзажи, натюрморты и все остальное. Живопись какая-то, сюжет, да. Так, тут потемнее. Ультрамаринчик добавлять. Можно еще использовать всякие текстурные пасты, я думаю, по талии, если в этом разбираетесь, можно. Текстурная паста. Или акрилом толстый слой кладете, или маслом толстый слой кладете мастихинчиком. У меня так, как мечта, наверное, воздушная, да, все такое хочется. Раз у меня тут мечта, и вроде как такое абстрактное небо, облачка, значит, наверное, воздушная. Наверное, так, я так предполагаю. Вот. Или, может быть, вообще море, да, похоже на море сейчас. Волны такие. По-моему, голубой цвет вообще хорошо влияет на людей, как успокаивающий вроде. Так, важной салфеточкой вытираем. Все это безобразие. Надпись, да? Либо вы ждете высыхания, можете написать надпись маркером, гелевой ручкой. Либо сразу же пишем. Где? В серединке. Чуть-чуть сбоку, да. Может быть, там, если у вас фраза, то несколько. Ну, в общем, смотрите, как вам захочется. Либо четенько в серединке, либо на одной трети, да, золотое сечение вот это вот. Поделите на три равные части по вертикали, по горизонтали, и где-то на пересечении одной третьей части там пишите слово или фразочку свою. Можете большими, можете маленькими. Я вот тут напишу, наверное, мечтай. Или тут прям по серединке написать. Хм. А чего нам там ютиться, да? Может, по серединке прямо написать? Смотрите, где вам захочется, в общем, да? Где захочется, там и пишите. Тоненькую такую нулевочку синтетику разводим обязательно для масла в разбавителе каком-то, для акрила с водичкой. Значит, у меня светлый фон, значит, темная красочка. Если у вас темный фон, можете белой красочкой. Или, вообще, любым цветом. Ну, главное, чтобы читалось, там, уделялось. Хорошенечко разводим. Можно присесть, облокотить ручечку. И вот так вот собираем по ворсу. И пишем. Ну, смотрите, либо печатными, да? Либо там можно какими-то другими. Я, наверное, вот такими каким-нибудь... Такими мне хочется. Ну, так, примерно, чтобы по центру, оно все было. Уже такой прям воздушный фон, воздушный шрифт. Мечтай. Ну, на ровной, да, вот этой вот можно как-нибудь, я не знаю, расчертить или что. Мечтай, чтобы ровненькая тут линия была. Так, не дыша. Высыхает каротин, можно покрыть лаком. И ставим у себя на полочке или дарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...